Что у нас сегодня будет? Мы будем говорить название. Тема очень сложная. Effective memory management memory гигиена. Но для вас очень важно запомнить номер гигиена. Я уверен, что про гигиену мыть руки, очистить зубы, это все ок. Но какая у нас есть проблема? У нас есть проблема с памятью. Почему я считаю, что это есть проблема? Почему я лучше начал рассказывать эту тему? Да, мы говорим про .NET, у нас программы, они требуют памяти, они заполняются. Когда разговариваешь с людьми или просто как-то общаешься, дискуссия, как чаще всего люди видят, что происходит с памятью при разработке программы и потом деплое, продакшене? Для всех картина выглядит примерно так. Там все хорошо работает, там сильно оптимизировано, все ровненько, все классно. Но сегодня я вам хочу рассказать и показать, немножко перевернуть ваше представление. Я хочу, чтобы вы смотрели как бы не как, все там хорошо, все идеально, все там подходит, все классно, просто, все, знаете, идеально, тютелька в тютельку. Ой, да. Это неправда. Пожалуйста, смотрите на это вот так вот. Вроде бы все идеально, все классно, все хорошо, но нет, чего-то не хватает. Пожалуйста, вот вам дали документацию, делайте так. Нет, мы никогда не делаем правильную документацию. У нас происходит всегда так. Просто так, да. Хотя все понятно, ясно. Смотрите, пожалуйста, на это так вот. Потому что наши программы получаются примерно такие. Да, то есть, вроде бы все классно, все работает, но что-то не так. Поэтому, пожалуйста, смотрите, что не так. Да, но если больше говорить технически, о чем мы будем, есть такое понятие, как перформанс. Почему гигиена важна? Да, то есть, если для нас гигиена с, там, помыть руки, это чтобы не заболеть, да, там, не дай бог гепатит какой-то подхватить или еще какие-то бляжки. То есть, здесь гигиена влияет на перформанс, очень важно. И сегодня мы по этому пройдемся. Будем мы говорить не про весь перформанс, то есть, это вы сразу учтите, а закончим где-то вот до 300. Почему 300 миллисекунд? 300 миллисекунд, любая операция, которая проходит до 300 миллисекунд, она не видна для человека. То есть, он не почувствует ничего. Все, что больше 300 миллисекунд, человек почувствует задержку. Нужно показывать что-то, какой-то там прогресс бар или еще что-то. Ну, то есть, это уже UI и UX установили. Вот, есть, конечно, и больше, да, у нас проблемы, но о них мы не будем говорить. Потому что, если вы примените вот эти, там, микрооптимизации, измените свой подход, а заброс к базе данных у вас шел как 5 секунд, так и идет 5 секунд, а вы тут выиграли 100 миллисекунд. Нет. Поэтому, забегая вперед, вы сможете сразу сказать, знаете, кто на картинке? Ну да, это не так, что 3 тома плюс 1. Это вот этот человек, выглядит он вот так. Он сказал в свое время, преждевременная оптимизация это корень всех зол. Он это сказал, с этим нельзя спорить. Но что сделали мы? Мы интерпретировали. Приходит ко мне project manager, говорит, так клиент жалуется, перформанс плохой. Я ему говорю, подожди, оптимизация это корень всех зол, так сказал кнут. Все. И так все продолбы мы списываем на вот это, преждевременная оптимизация корень всех зол. Мы не интересуемся ничем, мы говорим, кнут сказал, все. Project manager успокойся, передай это клиенту. Ну так и проходит. Получается, что у нас? Перформанс как фича? То есть мы все сделали, а потом скажем, мы крутые ребята, мы тебе еще следующую фичу задавим им перформанс. Ну получается это так. Вот, на самом деле это не так. Давайте поговорим, что мы можем делать. У кого, кстати, были проблемы с памятью? Ну не так, что забывали, напились и что-то забыли. А вот реально проблемы с памятью, там в процессе эксплойера что-то ползло вверх, там не останавливалось. Или кто-то смотрел там, что в ГЦ постоянно работает, в Гарбуш коллектор. О, супер! Круто! Ну у кого не было, скорее всего посмотрите. Обратите внимание, в ГЦ они будут. Вот. Хорошо. Давайте я вам просто покажу немножко про ГЦ, как это бывает. Чтобы вы просто понимали. Давайте мы откроем наш круг. Вижу видео, быстро, примерчик. Испокс, да, можно пройти в лог-презентацию, за это не переживайте. Там есть, я потом расскажу, если вы захотите поэкспериментировать у себя. Им надо, наверное, волшебное форматирование добавить. О, супер! То есть смотрите, что у нас здесь есть. Так, я думаю, будет видно. Я вам быстро расскажу, что я вообще хочу показать. Вы всегда можете, ГЦ, да, если так вот взять, вы знаете, что есть Гарбуш коллектор, да? Вы можете посмотреть, сколько у него поколений всегда есть. Вы можете получить, в каком поколении находится ваш объект. Ну, то есть все доступно исхода. Вы, соответственно, можете создавать объекты. Все это и делают. Это хорошо. Вот. Вы можете вызывать ГЦ коллектор, да? И потом вы можете всегда смотреть, сколько раз был вызван ГЦ. Не нужно это делать кода. Для этого есть специальная программа, мы об этом поговорим. Просто, чтобы понимали. Простая программа, создаем кучу объектов. Давайте ее запустим. Запустим и просто посмотрим, что у нас будет. А всегда запускайте, если что, в релизе. Да, в простое поведение. Вот она с экраном. Вот она. Она не заготовлена, она только запустилась. Такая идея, да, что вы ее видели? Просто на простой программе у вас операции сработали. Замыш коллектор просто 103 раза нулевое поколение. Первое, да, и второе собрало. Ну, просто как-то много происходит всяких операций. Мы об этом еще поговорим, что там еще немножко все сложнее. Вот. Ну, давайте двигаться дальше. Если вы не считаете в коде, не проверяете ничего, то у вас еще есть вариант, что вы можете открыть его в какое-то качество. Есть тулан, называется SysInternals Process Explorer. Кто, кстати, знает Process Explorer? Кто там разогрел? Ну? Ну, вообще, знаете. Вот, но знайте, если что, вы можете выбрать процессор. Вот NetProcess и подсвечивает. Очень быстро проверишь, что у вас проблемы с памятью. Нажимаете правой кнопкой, и потом идете, там есть вкладка NetProperties, что-то качество испортилось. И там есть сколько процентов он проводит тайм в GC. То есть GC. Почему в GC и вообще с памятью плохо работает? И почему мы их используем неэффективно? Здесь у нас такой вот вариант, что мы можем продолбать в двух случаях из двух. И это самое плохо. Когда мы выбираем какое-то решение, мы там продолбнуем с вероятностью 50%. А тут мы продолбнуем с вероятностью 100%. Ну, это очень обидно. Почему? В принципе, сборка мусора происходит из-за того, что кто-то мусор этот выкидывает, кто-то его создает. Соответственно, у нас две проблемы есть. С аллокацией и сборкой коллекторов. Если говорить про аллокацию, это, скажем так, основной корень всех зол. Потому что мы выделяем, создаем глобальные структуры, неправильно используем различные фичи, перемочки C-Sharp, .NET, и, соответственно, среды бездумно создаем, просто не используем. Это очень много памяти уходит. С коллектором, соответственно, ему очень сложно. Для этого куча есть оптимизаций, но все равно. Эти оптимизации сделаны на то, чтобы понимать, что происходит. Есть у нас heap, есть stack. Если говорить про heap, все знаете, что есть три поколения. Но не забывайте, что есть small object heap и large object heap. И еще есть парочку object heap, там, где виртуальные методы хранятся, какой-то быстрый код, JIT, POD, но тема доклада не об этом. Смотрите, здесь не ошибка. Gen3, да? Мы все знаем, что на стандартных наших Windows имплементациях у нас три поколения. Нулевое, первое и второе. Все верно. А почему я Gen3 написал? Чтобы отделить, что у нас есть large object heap, сокращенный. Если вы хотите посмотреть через дебаг тулы, все объекты, которые содержатся в large object heap, вам нужно будет набрать Gen3. И все. Но, скорее всего, в тулах вы этого не застанете. Интересно, все, ну, не все, это неправильно сказано. Большинство считает, что всегда объекты попадают в нулевое поколение, потом promotion, потом еще раз promotion, потом поколение перед том про и того, как объект. На самом деле, я вам сейчас покажу код. Что происходит с объектами с лохом. Лох, кстати, очень интересно и легко запомнить. То есть, его нужно просто перевести на несколько языков. На немецком это значит дырка. На английском large object heap, но и на дворовой, если вы переведете, то лучше туда не попадать. Смотрите, что тут происходит. Кандидаты на то, чтобы попасть в лох. Вы там видели 85 тысяч байт. Примерно 80 килобайт. То есть, кандидаты все понимают, что это коллекция. Ну, создать какой-то класс, кучу полей, но нет. А коллекции, массивы, какие-то ареи. Да? Хорошо. Вот я такой вот создаю. Large object heap. Ну, я сильно не заморачивался. 85 тысяч поделил на размер. Тут все как бы понятно, да? Ну, чтобы вас не обманывать, взял переменную max generation, какая у меня есть. Получил, в какой находится объект. И вот это, кто знает, это C-sharp 6.0 уже. Это интерполяция. Мы о ней сегодня еще поговорим. Классная вещь, красиво, но выстрелить себе в голову можно легко. То есть, и просто вывожу. А в этом же ксайз вы можете использовать GCE. Есть там Total Memory и тому подобное. Но такой как хак, если что, вы можете взять объект, чтобы точно сериализовать его и взять Memory Stream и посчитать длину. Довольно точно работает, но не стоит использовать в продажном ходе. Там есть свои проблемы. Давайте мы это запустим и посмотрим. Как вы думаете, в каком будет поколении? Объект. Да, все верно. Он попадет во второе. То есть, он сразу, он минует нулевой и первой. Нулевой и первой это эфемерный. В чем здесь беда? Эти поколения эфемерные, они работают очень быстро. У гармоша, коллектора, по Microsoft реализации есть SLA. То, что нулевое поколение за одну миллисекунду, одну-две, выполняется чисто. Ну, то есть, если вы даже это скажете флэшу, он скажет, ничего себе, это быстро. Вот, на самом деле это так. Режим. Вот. Но давайте вообще поговорим более детально о коллекторе, да, потому что, ну, гарбаш-коллектор, да, мы понимаемся. Как он выглядит? Вот так. То есть, ну, он на себе тащит очень много. Наших аллокаций, наших памятей, наших продолгов, структурах и тому подобное. Вот. Кто смотрел рекламу Данон, и пусть весь мир подождет, когда он выходит на крышу и ест. Видели? Вот. Гарбаш-коллектор работает так же. Стоп за волк. И пусть весь мир подождет. Вот в этом проблема, ребята. Вот в этом проблема, то, что вы там делаете какой-то critical код в книге. Вот. И у вас получается, что там цикл, вы думаете, ага, он выполняется, тут переменные, куча локальных там переменных создается. Они сразу уничтожатся, но в любом поколении все быстро. Неправда. Если вы работаете в однопоточной среде, правда. Многопоточная среда. Два потока. В одном цикл, в другом уже отработало. Цикл вышел из скопа, и гарбаш-коллектор говорит, а ну-ка я сейчас пойду уберу все объекты. Все. Стоп за волк. И пусть весь мир подождет. И ваш цикл начинает тормозить. Ваши переменные все будут промоутаться. Попадут в первое, не дай бог во второе. Там вообще все плохо. Что вообще происходит? Вы видите, что у нас есть сады. Опять NGC. Все остальные потоки ждут. Не дай бог это будет ваш UI потом. Здесь очень легко вылететь за 300 миллисекунд. Бывает, если профилируешь программу, можно попасть, когда NGC работает не 35%, а 70%. Примеры жизни ребята делали кэш на больших объемах 10 гигабайт у них занимал объект. Это был иммьютабл структура. Они туда напихивали, наполняли этот кэш, прогревали. Там гарбаш-коллектор работал из всего времени наполнения 15 минут. Ну, то есть, как бы, это просто, да? Хорошо. Ну, проблему мы знаем, да? Что, как бы, делать можно? Первая мысль. Жечь все, остановить. Вот я знаю, что это critical code, я хочу остановить. Гарбаш-коллектор, я умею тебя, да? Пожалуйста, вы это можете. Начиная с .NET 4.6. Есть такая вещь, можно блок, GC, try-start-now-vc-region. То есть, как он работает? Вы говорите, что, пожалуйста, GC, я знаю, что я делаю. Здесь я хочу выделить, например, мегабайт памяти. Я себе выделю, а ты меня не трогай в этом коде ни в коем случае. Просто не работает. А сиди, отдохни, там, сходи за новым данном. Вот. Единственное, что, если он не сможет вам сразу выделить эту память, он вам кинет exception. Вот. Но такое, как бы, редко бывает, но может быть. Два раза вы не можете выделить блок, да? То есть, внутри блока вложенный. Он тоже не может быть. Ну и в конце, когда вы закончили, end. Это для ваших critical алгоритмов, где вы знаете, что много выделите память, но не хотите, чтобы был memory traffic. Чтобы у вас много было локаций, и garbage collector вам все тормозило. Это бывает важно. Do.NET 4.6. То есть, вы можете выставить перед вашим блоком gc-setting latency mode low-plattance. Будет работать нулевое и первое. Эфемерные хипы будут убираться, а второе не будет вообще трогаться поколение. Это вам даст, скажем так, хороший прирост производительности. Но смотрите, иногда это очень сложные такие алгоритмы. Иногда проще, особенно в эру лот-балансеров, веб-фармов и тому подобное. Каждый уважающий программист должен сказать это, что он знает, что это такое, синглтон, лот-балансер и тому подобное. Есть такие вещи, как нотификации в garbage collector. Хотим про ковернуто low-latency на сайт? Да, на предыдущий обязательно, иначе он так останется. Да, здесь нужно вернуть назад. Ну просто как делать, знаете, как консультировать еще делать? Сохраняем предыдущий цвет, делаем low-intensity, заканчиваем наш код. Но это не равно, если вы по 4.6 используете вот эту конструкцию, они разные. А что можно еще делать? Если у вас есть какой-то лот-балансер, есть набор серверов, вы можете подписаться на события garbage collector и проверять его. То есть он вам скажет, ребята, я на этом сервере хочу выполнить полный GC-сбор, полный коллекшн. И вы такие, ага, ты хочешь выполнить? Я сделаю редирект на другой сервер. А ты когда освободишься, тоже подписывайтесь на события, что GC прошел. Вы тоже можете. Потом презентации вы можете, это прямые ссылки, они идут на MSDN с описанием. То есть за это не волнуйтесь, презентация, вы потом это все можете быстро кликом-кликом найти. Истинно. Но это тоже как вариант. Но кажется, что Microsoft где-то натупил, да, и что они не двигаются дальше. Такие проблемы явные, но это продолбок. Да? Но. Нет. Ага, что это все? Да. Вот. Дырявый стек и тому подобное. Нет. На самом деле они очень сильно двигаются в сторону улучшения, оптимизации. Но. Об этом не все знают. То есть иногда первое, скажем так, дело, когда приходишь на проект, говорят, у нас проблема с памятью. Ты такой приходишь, думаешь, ага, сейчас будем разбираться. Там, мне нужно две недели, потом две недели отпуска. Вот. Я хочу это начать делать. А ты сидишь такой, заходишь в конфиг, вот, и настраиваешь режим GC. А у GC есть различные режимы работы, которые вы можете быстро настроить, легко. Просто представьте, вы говорите две недели, делаете это за 15 минут, и все, сразу прирост. И вас уважают все. Просто вам продадут сходу, вот так вот. Оно вывалится у них языка. А что происходит? Есть два режима. Workstation и Server. Вот. Вот. Тоже на презентации найдете. Это делается в конфиге, мы дальше увидим это две строчки. Это вообще просто класс, мне кажется. Что происходит? Помните Stop the Wall, да? И пусть весь мир подождет. Да, вот это наше дано GC. Получается, что происходит? У нас init GC, но в конкарном GC это отдельный поток создается. И собирается все в отдельном потоке. То есть происходит как? Говорим, надо собирать GC, надо собирать мусор. Хорошо, давайте соберем, смотрим, можем запустить конкарн. То есть в это время мы уже засоспендели все менедж среды. Анменедж среды не соспендятся, только менедж. Вот, засоспендели, смотрим, ага, можем запустить конкурента. Хорошо. Запустим конкурента, и тогда мы резюм делаем для всех средов менеджера. И все. И у вас получается гораздо эффективнее работа происходит. Но что еще интереснее есть? Да? Есть такая штука, как сервер, я вам говорил. Вот чаще всего, когда я говорю про две недели, две недели отпуска, прихожу, смотрю, ага, локально и захожу на сервер. Проверяю настройку на сервере. Есть сервер GC, режим работы. Если в Workstation работа происходит так, что у вас одна хип, один стек на процессор, стек еще на потоке, и про хип давайте говорить. Хип у вас на процесс один. Когда вы вставляете сервер, у вас на каждый процессор будет свой хип. И объекты между ними мешаются. И запускаются они все параллельно. То есть у вас больше хипов, больше потоков. Соответственно параллельно четыре сборщика мусора уберут быстрее. То есть вы видели, когда шли вот это по главной улице, там не работает один уборщик, их работает несколько. И собирают они быстрее. То есть девятение соберут. Примерно то же самое и здесь. Если еще мы включаем сервер и concurrent, то соответственно у нас еще и не блокируется. Смотрите, какие здесь есть нюансы. Кажется все классно, придем, включим везде. Нет. Если у вас instance 1, это ок. Но если у вас, например, запускается 12 процессов ваших, особенно сейчас идут в эру микросервисов, давайте больше, берем больше, кидаем дальше. Но это не очень хорошо. То есть получится у вас 12 процессов. Например, 4 процесса, процессор он 4 ядра. У него создастся получается 12 на 4, 48 грамм потоков. И, соответственно, они работают как бы параллельно. И когда скажут, ГЦ, давай, собирай все. Ну, 48 потоков будет в очереди. То есть понимаете, что не нужно включать везде и сразу вот эту вещь. То есть если один instance, что чаще всего у нас там громадный сервер, куча возможностей, и там один instance запускается нашего процесса, который там по фазе луны возвращает какие-то данные. Как это настраивать? Это настраивается довольно быстро. Вот в конфиге, единственное, не видно, это две строчки. gc-server-enabled-true и gc-concurent-enabled-true. Попробуйте, поэкспериментируйте над своими продакшн-приложениями. Вы видите прирост. Только потом не забудьте списать много времени. Ну, все-таки это же оптимизация. Но на самом деле, как правильно сказали, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Основная проблема, то все-таки из-за нас куча аллокаций, ненужных аллокаций. Ну, то есть как бы gc работает как может, он высоко оптимизирован. Ну, представьте, собрать эфемерный хип, да, нулевой и первый за одну миллисекунду и целой. Ну, просто круто. А вот с аллокациями проблема. То есть мы говорим, да что, у нас оперативка сейчас дешевее, давайте будем. Но тут не то, что памяти вы много съедаете, а вы съедаете процессорное время, и все, у вас просто тормозит все. Ну, то есть представьте, вы работаете, работаете, а там пришел человек, говорит, смотри, у меня есть данон, пошли на крышу, ой, пусть все остановится, ну, процессор. Ну, так оно и происходит. Какие наши явные продолбы, да, есть. Это со строками, да. Кстати, единственное, что нормально, если в гугле вводите стринг, вот, единственное, что нормально, это вот картинки я выбрал. Но я такого насмотрел сегодня, я уж не знаю, как вы это носите. Вот, какие здесь у нас проблемы есть? Стринг формат. Это самое распространенное, особенно, когда мы в цикле делаем. Ну, стринг билда тут использовать, ну, смысла нету. Да, ну, зачем? Вот, тут какой-то простой формат. Но тут есть такая вещь, как боксинг. Вот оно что. Давайте я вам покажу, как такие вещи находить. Знаете, иногда презентацию пощелкал, да, и потом ушел, как бы, и все. И ищите потом его. Как это находить? Например, мне нравится такая вещь, как Linkypad. Кто, кстати, знает, что такое Linkypad? Может, братьев Албахари? Вот, ребята, кто не знает, рекомендую посмотреть. Иногда быстрее студии можно найти какую-то проблему. Так, нам нужен Linkypad. Вы можете скачать, он бесплатный. Экспрешн. Что у него есть классное? Вы можете депажить Linky, но доклад не об этом. Вы можете там подключаться куда угодно почти к лагинам. Вы можете исполнять код, но смотреть его можете. Да? Кто знает, что промежуточный у нас есть код. И здесь вы можете... Пойди сюда. Вот. Увидеть важную конструкцию бокс. Боксирование — это зло. Да? Не то, что как бы... Да. Не ямы. А почему такое происходит? Как вы думаете? Почему вы пишете так? Я встречал разработчиков, которые только начинают писать. Они это понимают, что... Им нужно написать toString. Да? Вот. Они пишут это toString. Вот. Все хорошо. Да? Я вам сейчас покажу, что тут боксинга не будет, если вы напишете и toString. Давайте я вам тут исправлю. Ой. Душу ее. Оп. Размяй. Стрин. Раз. И давайте я увеличу, что тут никакого обмана нету. Боксинг пропал. Бокса нету. Link-формат работает как и нужно. Но, особенно если вы в цикле делаете, то у вас каждый раз... Ну, все знают, да, что такое боксинг? Какая его проблема, да? Мы берем value type и даем hit. Да? То есть, ну, представьте, вот этот с мах лопатой для SLA, как бы... Ну, он очень тяжелый. Это выделяется объект. А он выделяется... Ага, гармош говорит... Угу, у меня сработала ивристика. А давайте-ка я соберу вам мусор. То есть, знаете, как бы слаженная такая работа команды Agile. Вот. Ну, и вот такая вот проблема происходит. Вот. Здесь нету боксирования. То есть, это, скажем так, более-менее бесплатно. Что я хотел сказать. Когда джинниор-разработчик разрабатывает, да, он только начинает, он пишет 2-стрим. Ну, или вообще любой разработчик. Есть два вида разработчиков в Дотнете. С решарпером и без решарпером. Если он переходит с одного типа в другой, он переходит в разработчики с решарпером, то решарпер вам в студии говорит, убери 2-стрим. Вот. Ну, то есть, как бы я могу это сейчас продемонстрировать. То есть, он вам подсвечивает, что это конструкция лишняя. Ну, как бы, а решарпер-driven development, это всегда так. То есть, мы убираем. Решарпер уже сказал. И, соответственно, скопирует, мало ли, бывает, люди, кто не верит, наверное. Оп! Решарпер говорит, слушай, 2-стрим тебе не нужно. Да? И такой, альт-энтер. Но всегда рука тянется к лампочке, который говорит, да, 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 да. А теперь боксинг. Ну, то есть, ну, понимаете, да, тут запись, как бы, если это вы делаете один раз, ну, окей, если вы в цикле, то подумайте. Ну, хорошо. Двинемся дальше. C-sharp 6.0. Что он вам принес? Интерполяцию. Интерполяция, это круто. Давайте везде использовать красивая запись. Но кто знает, что такое интерполяция, что она разворачивается? Знает? Вот это стринг-формат обычный. Вот, вы можете посмотреть меню. Если ил-код, я уже не буду показывать, ингрифан. Если вы откроете, это просто стринг-формат. Это синтаксический сахар. И все. Соответственно, тот же самый боксинг ни с чего вы получаете. Да? Бокс. Если пишем toString, да, то... В общем, осторожность решаткера. Ну, он нам помогает. Также, какая наша проблема? Есть. Замыкание. Все знают, что такое замыкание? Если нет, то посмотрите. Да, когда мы захватываем переменную из скопа выше. Ну, замыканиями пользуются все. Особенно, кто анонимными функциями, гранда пользуется и другими умными словами, то всегда происходит так, да, что мы захватываем скопа. Наверное, нам нужен пример, да? Пример лучше понятен. У нас есть, например, action, да, и в него мы замыкаем переменную с выше. Да, то есть скоп уже другой, да, и мы захватываем эту переменную. Ну, классная же фича. Ну, не надо ничего передавать. Вроде бы такие грязные функции получаются. Все такое ОП, все хорошо. Вот. Какая здесь проблема? На эту вещь, на этот ваш синтаксический сахар, образуется замыкающий класс. Класс — это reference-тип, это в хипе, это выделяется. Да, то есть я вам сейчас покажу, как это находить. Еще один инструмент JetBrains.pick. Ну, кто-то знал, пользовался? Вот. Если кто не пользовался, тоже обратите внимание. Он абсолютно бесплатный, очень удобный. Давайте посмотрим, как им пользоваться. Я покажу вам на простенькой клямде. Но главное, чтобы вы просто понимали, да? Нам нужен консоль, наш аппликашн, заменить все, решать, припомогай. Вот. Отформатировал код. Делаем build. И, соответственно, теперь нам нужно dotpeek, да? Это вот просто он показывает нам, вот, что нам сгенерирует компилятор и вообще им. Да? Он немножко круче, чем Linky Park. Ну, у них разные назначения. Потом просто перетягиваете сюда. Ну, в принципе, все просто. С этими инструментами очень легко, просто надо ими начать пользоваться. Как с ними разобраться? Может, что-то можно у вас с мг-экспортером разработать? Да. Вот. Мне основная идея показать, сколько у вас инструментов есть. То есть, самое главное, не забывайте галочку, есть такая. Show Compile Generated Quote. Это то, что вам показывает. Вот. И вы увидели, что же вам нагенерируем на эту галку. Наверное, тут можно сделать вот так вот. Да? Вот. Нас интересует эта строчка. Вот. То есть, появился у нас замыкающий класс. Ну, казалось, ну, ничего страшного, да? Ну, замыкающий класс. Вот. Ну, все хорошо. Такая вот фича. Но я не думаю, что кто-то пишет в production-коде такие вещи. Если вы пишете, то и мне вопрос, зачем. Вот. Чаще всего вы пишете что-то сложнее. Да? Гораздо сложнее. У вас, например, есть какие-то там таски. Особенно кто-то lifetime pattern, если использует. Когда мы вначале подписываемся, в конце отписываемся. Очень удобно это все передавать лямбдами. Да. То есть, у нас есть какой-то объект. Мы туда кидаем одну лямбду и вторую лямбду. Вот. Ну, мои ожидания, что одна лямбда выполнилась. Все объекты, которые я захватил, уничтожились. Потом когда-то или не когда-то выполнилась вторая лямбда. Да? По завершению. И тоже объекты уничтожились. А нет. Разочарование, боль, печаль, лишний memory traffic. Потому что замыкающий класс будет один для вот этих всех объектов. И он вам просто захватывает все. То есть, и пока последняя лямбда не выполнится, все, что вы захватили в первой, тоже будет держаться. И так логично для M. Ну, это поведение вообще неявное. Если там замыкающим классом мы прочитали там, да, то это поведение неявное. Его нужно искать в memory profile, если вы не знаете. Что у нас есть еще интересного? ОУП. Когда спрашиваешь у человека, что такое ОУП? Кошечки и собачки. Ну, то есть, примерно. А что кошечки и собачки? В смысле? Ну, говорит, есть базовые классы, animal object, бог создал его за 7 дней, и потом у нас следует. Разные бывают варианты. Но кошечки и собачки. Это правда. Вот. Если говорить про C-sharp, кошечки и собачки, есть такое вещь, как лист, а есть интерфейс iList. Да? И, соответственно, если говорить про ОУП, то какая у нас идея? ОУП это классно, и лучше передавать iList. И пусть все реализации туда проходят. Ну, звучит классно. Лист передают люди, которые не знают ОУП, да, у них проблема с ОУД, вот. Ну, надо им какие-то кучи дать почитать. Нет, неправда. На самом деле, если вы итерируетесь по этой коллекции, по iList дольше итерироваться. По одной простой причине, что у вас там будет дикий memory traffic. Вы потом можете зайти посмотреть, я уже не буду показывать, здесь есть reference source. Вы можете классно, и перейдете, и увидите, да, все же знают, что Microsoft открыл свою, ну, сделал open source, открыл кучу своих исходников. Кто не знает, для вас вот дверь, пожалуйста. Очень классно их изучать. Но мы сегодня к вернемся. Если вы передаете iList, то там вызовется default iEnumerator. Это будет reference type, это класс. Каждый раз, когда вы будете итерироваться, у вас будут создаваться новые объекты и уничтожаться. Memory traffic, ни с чего. Если вы делаете лист, то компилятор посмотрит. Ага, это лист. У листа иенумератор, да. Кстати, кто знает, по forEach там нужно какой-то интерфейс реализовывать или еще что-то. Так, тайпинг супер. Вот, круто. Смотрите, но там есть структура. GetEnumerator это struct. Struct, соответственно, в стеке все быстро уничтожилось. Никаких allocation у вас не будет в хипе. Поэтому иногда смотрите, если у вас critical, вы итерируетесь, то, пожалуйста, будьте осторожны, передавайте имплементации. Компилятор сможет с оптимизировать и будет возвращать вам страт. Еще основная проблема. Как создать пустую коллекцию? Раньше мы возвращали null, потом пришел какой-то дядька умный и сказал, null это плохо, надо возвращать пустую коллекцию, потому что половина кода падает. Хорошо, будем возвращать пустую коллекцию. Вот, кстати, кто знает, есть LGL, там они открыли source, есть source браузер. Я просто посмотрел в empty collection, где они их создают. Каждый раз. Вы понимаете, это объекты, то есть коллекция, new-new. Memory traffic плюс не из чего? Зачем? Если Microsoft для вас сделал array empty, у вас будет возвращаться одно и то же за кэшированное значение, не будет создаваться трафик. Для коллекции вы можете сделать себе сами такое по образу и подобию, посмотреть, как сделано и возвращать уже за кэшированные значения. Вот, тоже иногда с пустого места нужно выиграть в memory traffic, уменьшить его. Если говорить про коллекцию, а какая бывает беда с коллекциями? Очень большая беда. Resizing. Вы все понимаете прекрасно, что когда вы пишете new list и пустой конструктор по умолчанию, то создается дефолтный, потом каждый раз будет увеличиваться. В этот конструктор, если вы знаете примерно сколько будет элементов, просто передайте это число. И тогда у вас не будет лишних resize. А resize для листа, для dictionary, ну, взять, скопировать и увеличить это все на два. Ну, то есть на будущее. И беда, лишний как бы трафик и эти операции очень много занимают. Если вы знаете, особенно, почему это так. В 90% случаев мы берем, получили лист, array, создаем dictionary, потому что перегнать нам нужен быстрый поиск по ключу, чтобы перегнать. То есть лист мы уже знаем, сколько коллекций. Зачем гонять в dictionary, чтобы он себе resize сделал кучу раз. Поставьте, вы знаете, сколько там будет элементов. Хотя вы прикиньте, лучше больше. Вот. Ключи, кстати, дуже поганая идея. Если промахнуться на 1, а если промахнуться, да. Да. Ну, тут тоже надо осторожно больше. Если хотят на 1, да, он увеличится в 2 раза. Но это валидно для листа. У dictionary немного другая таблица используется. Они используют числа Fibonacci. Можете посмотреть. Я не знаю, почему они так взяли, но им удобнее работать. Еще проблема с листами, если вы попадаете в лог. Чем лох плох? Он дырявый. Он никогда не компактится. Да, 4, 5, 1 появилась возможность вручную. Но кто вручную в коде будет говорить за компактный лох? Вот. И все время он дырявый. То есть туда объекты кидаются большие. Потом resize-ится, куча дырок. Да. Что проблема? Если даже лох вы убираете, он никогда не уменьшается в размере. То есть если даже все объекты можно убрать, он только растет. То есть вы там выделили, например, гигабайт. Все. Вот. Очистили его. Он все равно будет вам висеть гигабайт. Он возьмет вам сегментов просто на гигабайт. Это проблема. К чему это ведет? К фрагментации. А, соответственно, если вы так будете продолжать неаккуратно с лохом пользоваться, out of memory. Не потому что у вас памяти совместа нет, а потому что там дырки, он ничего не может туда ставить. Надо фрагментировать. С коллекциями то же самое. Тут нужен трейд-офф между коллекциям разбия на чанки, да, то есть чтобы они не попадали в лох. Потому что тогда, если мы разбиваем на чанки, будет новый ретрафик. Каждый раз создаваться коллекция. Да. Или если вы хотите, чтобы специально ваш объект жил плохо и долго. Вот. Тут нужно компромиссы. Здесь нет правильного решения. А что делает Microsoft? Какая наша основная проблема? Мы работаем с файлами, со всякими стримами. MemoryStream. Кто-то не использовал MemoryStream? Во. Супер. Все использовали MemoryStream. Тогда взгляните. У вас есть возможность использовать Microsoft за релизом. Это линк тоже с презентацией. Умный стрим, у него нет попадания в лох, он оптимизирован. У него есть смарт-пул, который выделяет память только как нужно. Можно трассировать и очень легко заменять. Все просто на пул. Вот. Но я думаю, что если вы зажили до этого момента, я бы вам точно сказал, парень, ты сумасшедший. Как бы что ты делаешь? Ты, наверное, такой один. Пожалуйста, не говори об этом больше никому. Нет, неправда. На самом деле, кто-нибудь лазил по исходникам Рослина? Супер! Меня поймут. Тогда, кто не лазил, добро пожаловать в сумасшедший мир. Потому что я вам сейчас покажу, что у нас есть в Рослине. Что я нашел? Тут есть совцы, прямо можете кликнуть. Есть скромный лист. То есть, скромный лист, если там одно варьи, он вам вернет. Сингл айтем, если три, то три айтем. Если меньше шесть, то сикл айтем лист. Ну, а потом, если больше, то он вам вернет честный арей айтем лист. Но это не так страшно. Есть такая вещь, как паттерн. Обжект пул. Все знают. Такой вот есть. Вот. Ну, супер! Это хорошо. Большие объекты используйте пул. Да, например, мы когда говорим, там, стринг нужно складывать. Надо стринг билдер использовать. Да, он какой-то пул. Майкрософт пошли дальше. Они сделали пул для стринг билдеров. Пулит стринг билдер. То есть, хотите сделать себе стринг билдер, используйте get instance, попользовались, вернули назад в пул. Чтобы каждый раз не создавать стринг билдер. А вы еще говорите, что я сумасшедший. Смотрите. Боксирование. Боксирование это плохо. Майкрософте это знают. Они сделали класс боксис, где хранят все типы, верю тайпы, забоксированные. Уже есть. И даже аске чары, 128, они забоксировались. Что они делают? Вы вызываете боксис, бокс, свитч, и. Да, приходит и. Забоксируй, и. Хорошо. Давай сделаем свитч. Если 0, вернем in 0. Если 1, 1. Если нет, то давай уже честное боксирование делаем. Вы понимаете, да? То же самое для стринг билдера у них есть. Если его 0, то давайте вернем пустой стринг билдер, уже забоксированный. То есть создается один раз, боксируется, выделяется, потом используются просто ссылки. Это круто. Они пошли дальше. Они сделали small concurrent sent of wins. У них такая вещь, как эксперименты, допустим эксперимент показала, что в 98 случаях у них в массивах хранится 8 или меньше элементов. И реально, когда я смотрел у нас, ну, чаще всего, или это большие объекты, или это маленькие, реально до 8. Иногда мы просто создаем коллекцию, и там ничего нет. Вот. Ну, просто пустая, да? Какая-нибудь там, get types, да, например. А там ничего не вернулось. Ну, не нашло сборки. Но лист я уже создал. Вот. Они сделали это для интов. Ну, вы никогда, наверное, не писали, да? Ну, как же, это надо же обобщать. Они написали 4 инта. Все. И то есть у них такой же поиск идет. Нужно больше 4 интов, они вам ссылку linked list, только вперед, никаких удалений, еще 4 инта. И они получают в перформансе. Проблема с коллекциями работать. Давайте там, например, у нас есть 5 коллекций, 4 коллекции. Нужно по всем коллекциям пробежать, например, агрегацию сделать. Что обычно мы делаем? Создаем новый лист, засунем туда все, посчитали сам. Все, мы молодцы, пошли домой вовремя. Нет. Microsoft подходит по-другому. Они сделали union коллекцию. Вы просто туда накидываете коллекции, есть им mutable array. Вот. И просто это редорные коллекции, да, вы тоже можете использовать, но осторожно с memory traffic, зато и не стрессей. Вот. Ну, накидали, и вы просто для вас работаете с коллекцией, а уже внутри себя итератор переходит по следующему и следующему. То есть не выделяется дополнительная память. Также, если говорить про оптимизацию с листом и результатами, one to main. Да, если вы посмотрите, чаще всего то какие-то методы возвращают один элемент или много. Если один, мы просто вернем instance этого элемента, если main, уже вернем честный или don't release. Вот такие вот у них оптимизации. Если вы посмотрите в коде, скорее всего, тоже у вас такое есть. Вот. Ну, и в принципе, в презентации вы найдете essential tools. Очень важно, посмотрите, есть такой HIPAA Location Viewer для ReSharper. Кто без ReSharper еще, SEO Archive это для Visual Studio 2015. Он вот, как у меня, например, показывает вам, подсвечивает и говорит там, там будет боксинг. Ты понимаешь, что там будет боксинг. Там будет ненужная локация. Здесь создался новый объект. Очень хорошо еще на ранних этапах. Но как бы в студии можно тоже дебажить в 2015. Очень классно. Есть Memory Traffic секция. Дебажите. Все круто. LinkyPack показал, DotPick показал. Используйте бесплатно DotMemory. Трайл-версия, но это лучший, как по мне, инструмент. Не то, что они все одно и то же делают. Он представляет круто. Он просто это делает представление очень крутым наглядным графиком. Даже любой человек, скажем так, сможет понять, где динаминатор, где больше всего держится память, где она создавалась, где вы провтыкались с трингами, где вы их не интернируете и тому подобное. Как это еще на продакшене? Все спрашивают, я хочу это все автоматизировать. Пожалуйста, DotMemoryUnit. Пишите unit-тесты по памяти. Я вам сейчас быстро это открою, чтобы вы понимали примерно, что это выглядит и как это выглядит. Сейчас нам интернет поможет. Выглядит это вот так вот. Вы просто пишите unit-тесты, это тоже tool-an бесплатное и вы можете запускать у себя на continuous integration и проверять у себя memory tracker. Вы можете проверять, например, что здесь правда выделяется не больше 10 стрингов. Это очень классный инструмент, бесплатный, интегрируется с любым NUnit в популярном framework. Ну и напоследок, кто заинтересуется, можно спрашивать меня или вот вам набор интересной литературы. Обратите внимание с появлением Rostlin и забывайте, Rostlin это не значит, что Microsoft будет быстрее фиши делать, что им легче стало. Rostlin это для программистов, это для нас. Парни сделали stack-a-log оператор для reference-type чтобы reference-type выделялись на стеки, чтобы не было лишних gc-пробег. Вот, это draft, это игра, но такая есть возможность. Он взял и сделал. Без этого можно сделать unsafe-code, есть stack-a-log, выделить array, туда поместить наш reference-type, сказать, ладно, вот тут есть reference-type, но это хаки, никогда чтобы в продакшене такого не было. Вот, а здесь уже более, скажем так, прозрачное и расширение. Вот, ну и в принципе у меня все, презентация, QR-коды, кто умеет сканировать, вы можете сразу получить доступ к презентации, если что, вы можете ее скачать по ссылке как вам угодно. Вот, у меня все, вопросы, пожалуйста. Игорь, у меня есть вопрос. Да. А, вот ты говорил о memory unit test, он реально писал куда-нибудь? Просто я знаю, что она, ну, я столько не работал, то клиента заставить обычные unit test писать, нет никакого. Да, ну, это тема другого доклада, скажем так, да, unit test за и против. По поводу memory test да, писали, да, они не дошли до продакшена, скажем так, у нас, потому что было больше тулла, ETL-тулла, там очень важны были эти оптимизации. Но как механизм он работает очень классно, особенно, когда это будет не прототип, нужно зафиксировать особенно алгоритм и проверять. Потому что, ну, реально, люди, когда приходят, они видят желтые автобусы, все классно, все работает, но они не видят, что плиточка может сместиться и тому подобное, если неправильно что-то делать. Unit test это помогает избежать. Мы делали простые, что проверяли столько типов или просто вешали атрибут, что в этом методе не выделится памяти больше, чем мегабайт. Если выделяется больше, то значит, что-то где-то уже коммит провтыкали. Мы брали запас. Еще такое. Вот, я так понял, наверное, у тебя много опыта с работы с памятью. Это и на веб-пред, тоже такие постоянно посетки с гибель-пред, или это больше, не знаю, там мобильные сервисы, которые... На вебе постоянно. А вот на вебе надо посмотреть в WC. Единственное, что для веба не применяйте, я вам такую есть тул, там скинул, MPGO. Вот, она позволит вам прогнать вашу программу с оптимизировать. Ее не применяйте для веб-проектов ни в коем случае. Там просто все сложнее, там апворкеры и EIS, вот, и поэтому ее не стоит применять. А так, это да, это стабильно. Но там есть вещи, на которые мы не можем повлиять в вебе. Это EIS работа. Но команда Microsoft, которая работает с хостингом, они постоянно с этим борются, просто и вы можете посмотреть, что они занимаются, то есть там, если по истории коммитов, что постоянно там, о, мы там теперь убрали, у нас anti-ray location нету больше. Вот, а приложение обязательно нужно. Ну, то есть тут ошибки базовые. Я не говорю, что когда мы там struct, интерфейс, это мы оставим для собеседования. А тут вот такие вот реальные вещи, которые происходят. То есть, если вы посмотрите по программе, чаще всего вы с базы пытаетесь что-то получить, вы создаете для этого лист просто, а туда ничего не кладете. Вот, такие вот вещи очень много. И вебе код один шарится. Конечно, там presentation, конечно, JavaScript это уже другое. Вот, но тут тоже нужно грань держать. Не нужно все оптимизировать, потому что если вы выиграли 300 миллисекунд, а запрос у вас 10 секунд идет, но вы ничего не почувствуете. Вот, и отпуск вам не дадут. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, если вопросов нет, то у меня всегда легко найти, как бы я буду здесь, ну, буду рад. Может быть, у кого-то что-то там настроите, пожалуйста, есть опыт, подскажу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ